Ежегодно 10 декабря отмечается Всемирный день футбола. Для миллионов людей по всему миру данный вид спорта является не только любимым развлечением, но и настоящим стилем жизни. Ни для кого не секрет, что футбол в нашем районе является популярным видом спорта, а наши футболисты – настоящие мастера своего дела. В канун праздника мы встретились со старшим тренером, преподавателем ДЮС США Русланом Юсуповым, чья футбольная команда является неоднократным чемпионом республики. Сам Руслан занимается футболом с самого раннего детства. В ДЮС США он работает с 2003 года. И с тех пор у него сформирована своя команда. «Где-то в 2004 году. Это у меня были ребята 1986-1987 года рождения. Тогда еще работал Гумов Аслан Азич директором. Он меня пригласил. И давай попробуем как тренер-преподаватель поработать. И вот с тех времен я, считай, работаю в спортшколе. «Где-то четыре команды, которые действительно реально показывали результат. Играли в первенстве края, на России, играли в республике, последние призовые места занимали. Ребята в ауле очень хорошие. Вообще в район, в футбольный район. У нас, я все время не устаю повторять, что футбол является приоритетным видом спорта в районе. Массовость ребят, которые занимаются в отделении, одна из самых больших. У нас здесь много видов, но футбол является таким приоритетным видом». О достижениях наших футболистов можно писать много. Об этом мы попросили рассказать старшего тренера-преподавателя. «Начнем с республики, что неоднократные призеры и победители по всем турнирам, которые в Адыгее проводятся. Это мини-футбол-школу, кожаный мяч, спартакиада школьников. Вот в этом году мы по спартакиаде заняли первое место из всех районов. Потом играли турнир «Колосок», ну это всероссийский турнир. Там результаты были очень хорошие. Второе место в 2006 году и первое место в России в 2007 году. Также обладатели ребят взрослеют, идут в сборную. А так вот до сборной они один раз сами в 2008 году стали обладателями Кубка Адыгей. А так это хороший потенциал для того, чтобы потихоньку потягиваться в нашей сборной взрослой команде. Там уже несколько ребят играют, которые у меня занимались. У меня вот юность команда, это в основном те ребята, которые у меня когда-то занимались. Они сейчас уже и студенты, кто-то работает, но они каждую неделю приезжают, играют зимнее первенство Кашхабовского района и открытое зимнее первенство города Майкопа. Результаты, вот сейчас мы на первом или втором месте идем здесь в зимнем первенстве. В Майкопе первые, как говорят, русские блинкома получился. Мы там 6-0 проиграли Майкопу, ну это администрация, команда. И вторую игру Шагди, очень сильная команда, мы с ними сыграли в ничью. Я считаю, что это очень хороший результат. Вот из всех этих игр для вас какая была ваша сложность? Ну, наверное, в 2007 году, когда мы с Башкирией играли в финале чемпионата России среди сельских команд. Тогда мы по пенальти выиграли еле. Ну, самая такая нервная игра была. Ну, и достойна была финала обе команды. Футболисты не собираются останавливаться на достигнутом. Впереди у них новые игры, новые победы и достижения. Ну, сейчас вот идет вот это зимнее первенство, почему мы проводим, и в Майкопе, почему мы участвуем. Это идет как подготовка к очередному первенству республики, потому что ребята, если зимой будут, всю зиму просидят, ну, они навыки потеряют. Тренировочный процесс это идет. За счет того, что мы в Майкопе играем, это команды очень сильные. Даже если мы проигрываем, ну, ребята опыта набираются. Это практика великая очень. И вот сюда вот, когда приезжаем, уже совсем другая игра. Тут команды, ну, я не буду говорить, что все команды слабые. Тут есть очень хорошие команды. Ну, стимул и все остальное совсем другое. Но в основном вот это все мы делаем для того, чтобы зимнее первенство, для того, чтобы наша сборная к весне была уже готова, сформирована. На базе вот молодых ребят, которых подтягивают потихоньку. У нас сейчас с их главным тренером батарбея Руслан работает. Он уже этих ребят заметил. Их потихоньку в край берут. У нас вот Жгунов Арсен, Пештыков Васлан, потом Шишев Тимур, Чипусова Артура тоже приглашали. Они играют по первенству края, по высшей линии, ну, по первой линии. Я все время говорю, когда ты какую-то работу делаешь, делай ее хорошо или вообще ее не делай. У тебя должна душа лежать к этому, ну, тому труду, который ты делаешь. Вещь такая, когда я со второго класса начал футбол заниматься, сейчас и в семье, и здесь на работе, ну, это болезнь. Действительно, реальная болезнь, когда и по телевизору, и здесь ты живешь этим. Вот сегодня Всемирный день футбола. Действительно, я всех футболистов, всех тренеров, всех, кто как-то сотрудничает, вот вас, потому что вы тоже с нами работаете вместе, освещаете те результаты, которые мы показываем. Поздравляю, желаю всего самого лучшего, крепкого здоровья всем.